Всем доброе утро! Сегодня хочу показать вам нашего нового друга. Дело в том, что на днях нам друзья подарили собаку. Привет! Познакомьтесь, это Лаки. Она девочка. Привет, Лаки. Лаки, скажи всем привет-привет. Ей ровно месяц. Одно ухо встало, второе нет. И еще она у нас все грызет. Все грызет. Она у нас все грызет и писет и какает везде. И писет и какает. И все грызет. И ничего не хочет есть, кроме мяса. Кроме мяса ничего не хочет есть. Лаки, ты когда вырастешь? Когда тебе уже будет полгодика? Когда тебе будет полгодика уже? В общем, вот такая прелесть у нас появилась. Да, дело в том, что мы как-то заикнулись, что нам для Цезаря нужна пара, и вот, вуаля, держите, одномесячный щенок. Я очень рада, потому что мне как раз этого и не хватало, каждый день кормить, шесть раз в день, глыгуливать, еще постоянно мыть полот, какашек и сад, как же я это люблю, как же мне этого не хватало. Пока Лаки живет у нас в квартире, это ужасно, не знаю, но очень скоро она переедет в дом, в частный дом. Там она будет жить вместе с Цезарем, расти будет. Когда мы будем уезжать, то за ней резко ухаживать, так что не переживайте. И сегодня Курьер доставил новинки от фирмы Estee Lauder. Это лимитированная коллекция, лето 2015. Вот такая палетка, очень красивая. Здесь 5 универсальных нейтральных оттенков и 3 сияющих металлических оттенка. 5 оттенков, они не матовые, они, знаете, с таким легким перламутром. Затем вот такая бронзовая пудра желе. Знаете, я так и не поняла, почему ее назвали желе, так как она абсолютно сухая. Ну, это типа хайлайтер. И доставили вот такой красивый лак. Сейчас он у меня на моих ногтях. Конечно, я нанесла его в один тон без покрытия верхнего. Ну, быстро-быстро на ногти нанесла. Хотела посмотреть, как он смотрится. Смотрится очень красиво. Компания Estee Lauder и Клиник присылают нам бесплатно продукцию на обзор. Но, конечно, они нам не платят никаких денег за то, чтобы там мы рекламировали. Все по нашему собственному желанию. Если нам что-то нравится, то мы можем как бы показать это в видео или в своих влогах. Я не знаю, каких-то фаворитах. Ну, конечно, если мне понравится что-то. Мне кажется, не западло, как говорится, брать подарки от таких глобальных компаний, как Estee Lauder, Клиник. То есть марки существуют не один год на рынке. Очень популярные. И мне, конечно же, очень приятно, что мне дают на обзор такие продукты. Итак, обращаясь к девчонкам. Да, именно к девчонкам. Потому что это такая, ну, чисто женская тема. Дело в том, что я вам постоянно о чем-либо рассказываю. И некоторым девушкам кажется, что я жалуюсь. На самом деле я не жалуюсь. Я рассказываю то, что происходит со мной вообще постоянно. Вчера я ходила к гинекологу. Вот. Дело в том, что меня муж на самом деле заставил. Так как я вообще, ну, такая ленивая, меня фиг куда отправишь, да. Вот что касается врачей. Не очень их люблю. И особенно гинекологов. Мне неприятна эта процедура. Да. Сами знаете что, да. Там посторонний человек. Я поэтому всегда оттягиваю это дело. Знаете, когда я была последний раз у гинеколога? Когда я прижигала эрозию шейки матки. Помните, у меня была эрозия шейки матки. Я даже про это видео снимала. Как мне ее удаляли. Про все это, про все это. Два года я не была у гинеколога. Я пошла снова к гинекологу. Я прошла полное обследование. Мне сделали УЗИ, груди, щитовидки, внутренних органов, печени, почек, яичников, матки. В общем, мне все проверили. Взяли у меня анализы на рак, то есть онкомаркеры. Результаты будут готовы завтра. И я, конечно, очень переживаю. Я даже когда шла к гинекологу, я говорю мужу, вот по-любому у меня что-нибудь найдут. Вот по-любому. Потому что ну вот такого не может быть, чтобы у меня что-то не нашли. Потому что со мной постоянно что-то происходит. Затем я пошла к гинекологу. И там, конечно, началась и все ухо. Так как когда меня... Ну она посмотрела меня. Я вообще думала, что у меня эрозия опять образовалась. Ну я не знаю. Потому что я начитала, что эрозия имеет такое свойство опять появляться. Я думала, что у меня точно эрозия, что придется опять ее прижигать. Но не тут-то было. У меня, кажется, не эрозия. У меня полипы, девочки. Я, конечно, должна, может быть, сейчас плакать, да. Но я где-то в глубине души все-таки ждала, что они что-то найдут. Но на матке она обнаружила два маленьких, даже, может быть, три. Она так еще не поняла. Полипа. И это ужасно. Она начала меня сразу так успокаивать. Типа, ты не переживай. Мы сейчас возьмем анализ на рарию. Завтра будут готовы результаты, так что я ничего не знаю. О, кошмар какой. И пока они очень маленькие, да. Но их расцвет начинается, когда у вас до менструации примерно 10 дней. Перед менструацией они набухают. И она говорит, вот тогда нужно приходить. И мы уже будем смотреть, какого они размера. Так что завтра я иду опять на прием к гинекологу. Она мне будет рассказывать про мои болячки. Посмотрим на мои анализы. Есть ли у меня рак. Блин, не хочу, чтобы у меня был рак. Конечно, рак это дело излечимое. Так как у моей тети недавно был рак. Ну сколько, год, два года назад в Украине. Помните, я писала пост об этом в инстаграме. И она его вылечила. И еще у моей подруги тоже был рак. И она тоже вылечила. Гинеколог мне сказала, что полипы эти можно удалять хирургическим путем. Это то же самое, в принципе, что и прижечь эрозию. Только под общим наркозом придется это делать. Но наркоз не сильный, а внутривенный. Вкролят буквально пять минут. У меня все там вырежут или прижгут. Я не знаю, как это все происходит. Либо она сказала, что можно таблетками вывести это все. Но я когда вышла от гинеколога, я даваю читать везде в интернете об этом. И девчонки пишут, что таблетками, травками, муравками, народными методами нифига не помогает. Что самый эффективный способ это пойти их и удалить. Это никак не влияет на беременность будущую. Просто даже вот я, если сейчас захочу забеременеть, я не смогу. Может быть, потому что они будут мешать, эти полипы. Но их нужно обязательно удалить, потому что они могут вызвать рак. Перейти в раковую опухоль и так далее. Поэтому, блин, капец какой-то. Я сейчас буду снимать видео о том, как избавиться от полипов в шейке матки. Конечно, я все это веду к тому, что, девчонки, не запускайте свое здоровье. Проверяйтесь регулярно у врачей. Каждые полгода ходите к гинекологу, к мамологу. Витку проверяйте, потому что это очень важно. Ну его нафиг. Вышли погулять с Лаки во двор. Лаки. Такая счастлива. А еще самое интересное, что она от меня не отходит. Никуда не убегает. Обычно собаки, ну или кошки, они сразу куда-нибудь валят. И вы их потом догоняете. А это вообще по пятам ходит. Здесь я на лавочку сяду, она тоже возле меня сядет и будет сидеть. Такая смешная. Да, Лаки? Пошли, Лаки. Лаки, пошли. За мной. В общем, всем привет. У меня все хорошо. Только что я вышла от гинеколога. Готовые результаты анализов, онкомаркеры все в норме. Так что рака у меня нет. И, в принципе, мы сейчас будем наблюдаться еще месяц, может быть два. Если это действительно полипы, тогда будем их вырезать. В общем, мне сказали побольше препаратов, витаминок, содержащих витамин С, чтобы укреплять сосуды. И ланекс или какой-то ланекс. Я не могу разобрать почерк. Это какой-то супер классный американский препарат. Может быть, кто-нибудь из вас слышал про такие препараты. Напишите, пожалуйста, про них. Ни черта не понимаю, что здесь описано. Может, вы разберете? Когда сдаешь анализы на такие серьезные вещи, то вот пока дождешься результатов, нанервничаешься ужасно просто. Я вот очень сильно нервничала, думала, блин, представляла себе, что если у меня обнаружат рак, что мне делать, как я буду себя вести. Ну, в общем, сразу бы жизнь изменилась. Кардинально, наверное. Ребята только что вернулась домой. Кстати, вот моя камера, на которую я снимаю. Я не раз уже показывала ее. На нее я чаще всего снимаю свои влоги. Потому что звук очень хорошо записывает. Только что вернулась домой от подруги. И мы ездили к ней в гости с дочкой. У меня подруга родила уже второго ребенка. И сегодня дочке ее исполнилось 40 дней. И, ну, в общем, честь этого события она устраивала ужин. Звала друзей, родственников. Вот. И мы поехали, поздравили, покушали. Я так наелась. Опять съела огромный кусок торта. Скоро мое лицо не будет помещаться в камеру. Насколько я себя не ограничиваю ни в чем. В последнее время это какой-то капец. Я хотела вам показать. Мне передали подарок с одного интернет-магазина из инстаграма. Со мной связалась девушка. Говорит, мы из такого-то интернет-магазина хотели бы вам сделать комплимент. Подарить кое-что из ассортимента нашего, что у нас имеется в магазине. Типа, вы не против? Я говорю, нет, не против. Ну, если только меня это ни к чему не обязывает. Некоторые компании просто связываются и говорят, давайте мы вам подарим. Но вы обязательно нас прорекламируете. Ну, как-то странно. Это подарок. И вот я должна им делать какую-то рекламу. Не знаю. Они мне сказали, что меня это ни к чему не обязывает. Поэтому, типа, главное, чтобы вам понравилось. И я вам хочу показать, что они мне подарили. Что пробку сняла, она у меня укатилась. Это сухой шампунь Батиста. Никогда не пробовала такой сухой шампунь. Тем они подарили мне Tangle Teaser большой. У меня есть компактная версия, которую с собой перевозить удобно. Это большая расческа. Ну, как раз для майкопных волос не хватало такой штуки. А, ну, резинку для волос. Здесь, вернее, здесь три резинки модные, которые можно носить еще на руке. Это гурцелеты. На самом деле, такие резинки я купила давным-давно в Японию. Знаете, это было, наверное, лет пять назад. Я купила такие резинки в Японии, прилетела в Алма-Ату. И когда я их надевала на волосы, никто понять не мог. Все говорили, что это за телефонный провод у тебя на волосах. Я как-то их поносила и, ну, не стала больше носить. А в этом году они вошли в моду или в прошлом году, я уже не помню. Все прям поголовно стали их носить, эти резинки. Я думаю, ничего себе. Оказывается, как Япония вперед-то идет на целых пять, если не семь лет. Что там еще уносить? А, это магазин Глама. Да. Спасибо огромное. Мне, конечно, очень приятно. Я люблю подарки. Это, конечно, огромный плюс блогерство, да. Если вы популярный блогер, если вы раскрутили свой канал, то, конечно, сто процентов вам будет очень много чего дарить. Надеюсь, вам понравилось это видео. Всем спасибо за присмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok